В этой серии X-A-Life А ты знаешь, что с Дашей произошло? Если честно, я вообще не понимаю, что произошло Просто Эльза, правда, это зазвизилось немножко в последнее время Я просто чувствовала себя какой-то звездочкой Не знаю, нахер она открывает свою студию и сияет пупку на нее Мне запрещали практически все Об этой теме очень страшно говорить Ева с Пашей увиделись Эльза Да, да А ты знаешь, что с Дашей произошло? Если честно, я вообще не понимаю, что произошло Я только увидела, что Как будто бы у них с Машей сцен был какой-то конфликт Вообще, как я заметила Даша не очень получилась на фотке Из-за этого пошло? Из-за этого она ушла И такая, типа, я не буду фоткаться Ну, а как бы это странно, она же общая фотка И все должны быть на ней А я так поняла, что Мы когда все вместе были Маша попросила ее пересечь, чтобы было, типа, гармоничнее, красивее А Даша не хотела пересаживаться Не, это не из-за этого Не, мне кажется, из-за этого, потому что У нее левая рабочая сторона, а если она пересядет, то станет правая Мне кажется, из-за этого она Я тоже не рабочая фоткалась, и что теперь? Ну, кстати, да, мне тоже обычно пофиг, и думаю, ну ладно Не, ну на общей фотке я как бы понимаю Да, да, там все равно всем не угодишь Ну да, все равно это общая фотка, и все равно там нормально Ты же там не один, там много людей, поэтому как-то сливаешься, и нормально, не так плохо Тебе, может быть, и в этом была проблема, потому что, как бы, наверное, Даша больше думала о том, как она получится А мы все равно как будто думаем, чтобы все в кадре были, чтобы все было красиво Просто в итоге общая фотка не получилась, если что Ты видела, да? Ну, вообще не одна, потому что Даша на всех недовольная Типа, ну, скорчена, и Маша тоже посмотрела, и Маша тоже расстроилась Очень жестко Я просто увидела потом, как Даша ушла, и не хотела вообще фоткаться ни с кем Да, это тоже Это когда Маша ей сказала, она ушла, обиделась, я вообще не понимаю, из-за чего Какой-то конфликт пустой Если честно, да Вообще, это такая мелочь, по сути, с тем Из-за фоток, блин, из-за офигенных Блин, такое настроение было у всех офигенно, особенно с утра Все так были вдохновлены Ну да, мне кажется, Даша немного некрасиво поступила Согласна Ничего А, надеюсь, на красной дорожке все наладится Да И никто опять не поссорится Это было бы очень неловко Мари Сен Даша Джакелли Ева Миллер Эльза Гэри Грей И директор Иксо Тим Степа В семейном реалити-шоу Иксо Лайф Седьмой сезон Четвертая серия На стрессе Да Жара Столько людей Столько всего происходит Столько людей Можете сказать, так, жара, Настя Ты можешь не стесняться Типа, вообще Настя милая Она ко мне подошла Такая, типа, говорит Все хорошо Она же хорошо относится Ну, да Или она переиграла Переиграла немного Она поверила? Ну, да Ну, я была не против уже в конце жить в комнате Вот, когда она сказала уже, что это пранк Я ей сказала, что можешь мне оставаться на ночь, если хочешь Она же будет к нам приезжать Прям ты реально искренне сейчас говоришь Да, типа, она может оставаться на ночь, если хочет У меня реально большая кровать Мне все равно Хорошо выглядели Спасибо Ты тоже? Я хотела пожелать Пока Марш Ну что, мы снова опоздали? На красную дорожку Мы всегда опаздываем Да Всегда и везде Да Мы всегда опаздываем Блин, ты что за бэбик такой маленький, вредненький Потому что мы всегда опаздываем Вот всегда Ну, а что делать, жизнь такая Чего вы так долго добираетесь? Смотри, вот, шо это вот, газон Вот завтра А стул? Мы пришли за пять минут до начала фильма, Маша Это правда очень странно Я не знаю как То есть мы готовились за четыре часа до начала Да, да, да Ну, тридцать Во-первых, мне очень понравилось готовиться к этому всему мероприятию Там, я захожу в комнату Маши Ее красят Стилистом ей подбирает одежду Все девочки носят И думаю, блин, я звезда Все звезды Да, это была моя первая красная дорожка Я просто чувствовала себя какой-то звездочкой В свете софитов Просто все фоткали Все папарацци И хочется так просто постоянно жить На самом деле, мне очень сильно понравилось И я безумно за это благодарна Маше За такую возможность Красная дорожка Прикольно Ребят, она, у нее голубая кровь А что вы вышли? У меня красная дорожка Это он за хлебом выйдет Просто Элиза, правда, зазвездилась немножко в последнее время Ой, так чуть-чуть зазвездилась Нет, я, кстати, правда так считаю Ты так считаешь? Да, потому что Это не так Потому что когда она начинала тикток снимать У нее, типа, там, она прям много-много роликов снимала с чехлами Там, дальше что-то разрисовывала Шла-шла-шла, потом бас и не снимает Ну, ты же знаешь, чем это связано Я тоже не знаю, я не знаю, с чем это связано Потому что очень много дел наварилось Каких? Съемки, их 100 лайф-шоу снимаем И что? Общие съемки, еще куда-то надо поехать сниматься Куда? Ну, я Сбербанк вот подавчера ездила Ну, окей, реклама там, хорошо Да, ну это же прекрасно, это хорошо Это прекрасно, но контент надо снимать Я согласна полностью А ты из того, что ты уже получила такая популярность, типа, в тиктоке? Нет, это вообще, это малая часть того, чего я достиг Ну, вот не кажется так Кажется, что тебе уже по кайфу Нет, мне не по кайфу Я хочу просто разрываться Вот у нас проблема, к слову, ребята, какая вечная Все там получают какое-то количество подписчиков Какое-то количество рекламы денег И все, и забивают Потому что, типа, им и так по кайфу Вот Эльзе тоже так же Нет Очень жалко А такая была перспективная девочка Я с этой звездной болезнью, конечно, вообще Я очень перспективная Я очень работоспособная Если что, у нас менеджеры вот тут сидят вот вокруг камеры И они говорят, что у Эльзы просто факультет отмазок Это вот, я постоянно слышу об этом Кто так говорит, так все поговорит Ты тоже так говоришь? Да, люди говорят Ри-ри, а кому я помогаю? Вот Одну обложку, один-два Да, да, реально Это столько времени занимает Как минимум, в каком времени Ей чехол, она чехол нарисовывает за час И не разрисовывает Типа, ты уже давно не снимаешь ролики с чехолами Почему? Это вообще, это вообще Я очень расстроен Я так верил в это, она так расстроена Я, наверное, ухожу Он просто так сказал, типа Ты забиваешь, ты не работаешь Я не сказал, что ты не работаешь Да, ты не забиваешь И вот, потому что ты сегодня, например Забила на ум и друг Это уже первый признак За который мы всегда ругали Ты всегда соглашалась с нами По-моему, ругали блоги Потому что они не забивают Ну, я не забивала Забила Смотри, мой день Я проснулась и подумала О, когда накрашусь, тогда я засниму Потом я начала краситься Для ТикТока Там нужно было сначала сделать ужасный макияж Я его сделала Потом умылась Потом мы тут посидели, позавтракали Они такие О, пошлите пофоткаемся Я такие Давай Давайте быстро соберемся Я быстро накрасилась Мы побежали Начали потом Ну, типа Я собралась Посидела Потом мы пошли Все фоткаться Потом мы возвращаемся Все по комнатам Даже говорили Поехали Салеринка О, да поехали Мне кажется, что у Эльзы У Даши У Чан Еще нет столько всего Столько дел Чтобы, типа Можно было забыть И нужно, чтобы нам напоминали Даже два раза Как будто два раза напоминают тем Кто суперзайм Да неправда Я не зазвездилась Просто Нет, ну есть на самом деле Такой момент Мне кажется Я знаю причину Ты чуть-чуть Стала по-другому разговаривать Вот И я единственное Что заметила Что у тебя вот Такой вот Ну, тон появился Ну, типа Иногда ты делаешь это В шуточной форме Ну, да Я в основном Это в шуточной Ну, да А иногда Такое чувство складывается Что это уже Вошло в привычку Возможно Так и было Но Я не чувствую Что это сделать Просто я, наверное Стала действительно Увереннее в себе Потому что Как ни крути Когда ты много работаешь Когда ты чего-то достигаешь Когда у тебя Определенные успехи То ты всегда становишься Увереннее в себе И еще благодаря тому Что меня окружают Такие прекрасные люди Как Мэрисе Которые каждый день Напоминают тебе О том Что ты самая лучшая Знаешь Что кроме тебя Никто не будет тебя Так же любить Как ты Просто Если ты сам себя любишь То ты будешь Излучать эту энергию Ты будешь себя Увереннее чувствовать Ну и другие люди Которые не привыкли К такому Которые не уверены В себе Будут думать Что вы зазвездились Но это не так Как ты думаешь Настя А ты зазвездилась Ну мне кажется Что да У меня звездочка Такая появилась Конечно Я согласна с тобой Когда Опять все-таки Марисан Тебе каждый день Говорит Что ты самая лучшая И ты должна об этом знать И ты вообще Каждый день Должна себе это повторять Ну вот Наповторялась Может быть у нас В этом все везут Что мы все звезды Вот она повторялась Наговорила себе Что она самая лучшая Говорите Что вы самые лучшие И потом Ваши друзья Может быть скажут Что вы зазвездились Но нет Вы скажете им Что вы просто Уверены в себе Вы любите себя Вот видишь Какая вот Две стороны медали Ну да Что я зазвездилась Вот допустим Я сейчас поеду В Калининград И типа Но мне кажется Я буду идти такая Ну уже по-другому На всех смотреть Люди меняются И это неплохо Ну или плохо Ну плохо смотря для кого Мне все равно Как всегда Нужно жить так Как вы считаете нужно Нужно жить для себя Я считаю Что Эльза просто Стала увереннее в себе Потому что та Эльза Удобная Которая пришла В декабре И которую все не любили Не то что не любили Просто с ней Никто не хотел общаться Потому что у нее не было Просмотров Подписчиков У нее все очень медленно росло И потом Когда у нее Начало все расти Она правда внутренне Очень изменилась И люди это заметили Гэри И конечно же Сказали Как так Ты зазвездилась И нам перестало Быстрее отвечать По сути Она у нас работала Дизайнером И она теперь у нас Не работает дизайнером Это тоже как бы Показывает то Что у нее Много работы Своей личной И это все так повлияло Что сейчас Как-то думают Наверное Что Эльза Зазвездилась Она наверное Просто Показала настоящую себя Возможно Да Я думаю Она очень сильно Раскрылась За протяжением Всего вот этого Времени Пребывания Своего в Москве И возможно Сначала она стеснялась Но я понимаю Каково это Когда ты там Условно никто В сфере блогинг То есть Там нет подписчиков И рядом с тобой Все такие крутые И ты все равно Немного стесняешься И когда ты уже Начинаешь набирать Подписчиков Конечно Ты становишься собой Тебе намного проще Общаться с людьми И в этом Нет ничего такого Степа сам Зазвездился Да 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 Директор Иксотфим Степа Мне кажется Эльза не зазвездилась Она просто Стала более уверенной И ей этого На самом деле Не хватало Потому что Люди Ею пользовались И ее добротой А сейчас Она просто Знает себе цену Я ей в этом Помогла Ну и Маша Для вас пиарщики Стараюсь Чтобы у вас было интервью Хотя у тебя пока что 55 тысяч подписчиков Чтобы у тебя взяли интервью Типа Вуман Ру Но если бы ты была бы не вуксой Тебя бы не взяли Просто интервью Для тебя пиарщики Для тебя пиарщики реально же стараются Чтобы у тебя Все прокачивались Потому что у тебя огромные цифры На ютубе Огромные цифры В тиктоке А на самом деле Ты стоишь на месте Или не то что На месте Но не так будет Стараюсь Хотя Своей вежливости Стараюсь А что ты вообще думаешь Ну реально Если ты пойдешь На перекос в своей семье Ну типа И вот даже Вот такое фото С плечами выставишь Что такого вообще Или например Типа попробовать Такое вот На пляже Ты будешь Ты живешь в купальнике Или в аквапах Мы поедем Вот ты будешь В купальнике Как-то вот Типа Нам историки Снимать А тебе папа Не начинал на пляж ходить? Ну типа Ты ходишь на пляж Только если Ну например Мы летим в Турцию Куда-то И то ты все равно Девушка должна Показываться у себя В купальнике Своего старшего брата Не должна показываться? Да Поэтому мы летали Только я с мамой С бабушкой Ну ты купалась Ну да Потому что там чужие люди Ты никого не знаешь Они тебя не знают А в инстаграме Тоже чужие люди Которые не знают Тебя не знают Ты их не знаешь Он просто заходит И такой Опа Я тебе показывал Какие консортные А давайте блокируем Так если бы я знала А они тут слева Хакал Конечно Да нет Ну Я их тоже понимаю Это Ну у них типа Это Ну заложено Ну просто Как будто Ты можешь Ты можешь объяснить им А дышать А дышать Даже мамочки нет Да Спасибо Что дышать Пусть объясни Что я такая Какая есть Хочу и делаю Просто фотки Нельзя было выкладывать Да Мне говорили Что лучше не показывать Своё лицо В социальных сетях Ну опять-таки Потому что они Беспокоились Волновались И хотели Меня от чего-то Уберечь Потом Когда уже Всё-таки Смирились с тем Что я хочу быть Блогером Я начала делать фотки Иногда Проскальзывало Что-то Где там Не знаю Кусочек Плеча был виден Или кусочек Живота И конечно же Моим родным Это не нравилось И они просили Это удалить Ну Как я думаю Вы заметили Я Девочка со стержнем И я Всегда стою На своём Ну да Мне запрещали Но я делала Всё для того Чтобы мои родители Забили болт Вот И просто поняли Что если я захочу Я всё равно Это сделаю Ну и в один Прекрасный момент Мама окончательно Уже Ну как бы Перестала со мной бороться Вот Ну да Мне запрещали Но я всё равно Я забивала На мнение родителей Очень часто Об этой теме Очень Немножечко Страшно говорить Потому что Некоторые могут Неправильно воспринять её Некоторые могут Нас не понять Потому что У всех всё равно Свои родители Поэтому кто-то нас понимает А кто-то нет Просто Мы У нас родители Просто попроще Ну то есть Ну на самом деле Мама Моя мама Тоже иногда Мне говорит Что вот Какая-то у тебя Слишком некрасивая поза Достаточно откровенная Ты немножечко Похожа на шлюх Вот Поэтому Я очень понимаю В этом плане Эльзу Но Эльза Конечно Чуть пожёстше Ну жалко Что ты не можешь Делать то Что ты хочешь Представляешь Вот нас смотрят Сейчас какой-то Ребёночек Девочка Мальчик Не важно Девушка Парень И они хотят Что-то делать Но они не могут Потому что им Ну родители говорят Как жить Что делать Я допустим Была вредным ребёнком Мне хотели отдать Дедом Знаете почему Потому что я делала Всё что я хотела Меня мама ненавидела Потому что она не понимала Как вот я могу Делать всё что я хочу Если она меня рожает Она меня кормит Она меня одевает Она меня всегда Ну так вот Как бы Прикалывает Классика Хотя это её Зачем ты меня рожала Тогда да Но сам факт в том Что Я хочу чтобы все в мире Делали то что они чувствовали Я понимаю что это так опасно И страшно Но по другому Мы не выживем Это правило вселенной Ну вот знаешь Если ты была ребёнком Который шёл против То я была ребёнком Который реально Я максимально послушный ребёнок Я реально всегда Слушалась родителей Но когда мне исполнилось 18 Я такая Блин Ну я не могу уже Приходить домой В 11 Когда мне мама звонит Потому что в 11 Нужно быть дома И я на самом деле Просто подошла к ней И поговорила Как человек с человеком Не как мать и дочь Не как там Друг и друг А просто как человек и человек Я попыталась Очень круто Да Я попыталась Объяснить ей Вот если бы она была на моём месте Объяснить что сейчас Уже совершенно другое время Это вот Эльза реально Эльза если ты это смотришь Обязательно возьми это На счёт Реально пообщаться с родителями Как с человеком Как душа с душой Потому что По-другому я даже не знаю Как Знаешь я думаю Что если она поговорит Что-то может выйти из этого Потому что раз Мне кажется она ничего не говорит Раз Эльзу отпустили в Москву Значит есть надежда Что её могут понять Мне запрещали практически всё Но Я постепенно делала то Что я хочу И в какой-то момент Они поняли Что Я Сама себе хозяин Не ну мне реально мама Ничего особо не запрещала То есть я помню Я набила татуировку На Бали в 15 лет Я очень боялась Рассказывать об этом маме И Маше боялась Чтобы я рассказывала Об этом маме Но Как только я ей рассказала Она сказала Блин А я думала Мы вместе Твою первую татуировку Набьём Типа такого Поэтому Ну как-то Ну Нет Ничего не запрещали Наверное У неё Получается в голове Такая херня Показывать меньше настоящего Чтобы родители не увидели И получается Что люди это видят И вот Нафига Не следить За ней в инстаграме Если она Ну если ты сама В своей голове Ты же видишь Как тебе всё исполняется Это не исполняется Значит у тебя там Где-то установочка какая-то И вот ты сейчас Про неё сказала Тебе нужно убрать Эту установку Потому что Это очень плохо Ты из-за Того что переживаешь Люди реально Считают тебе Неинтересны В инстаграме Ну Это так работает В жизни Как мы тусуемся Сегодня вы увидите Такая Чанес Какой это туз Когда что я там делала И как там было Перемота назад Кстати успешные люди Не тусуются Успешные люди Не тусуются Успешные люди Не тусуются Ну ладно Не сегодня Вчера Сегодня они тусуются Я не пошла Вчера на день рождения К Джигану Хотя я очень хотела Не Я просто Я такая думаю Я хочу сейчас Сделать свою комнату И заниматься собой И своим успехом Вот Ну это опять же Это вот просто Мне так сейчас захотелось Потом может быть Опять буду тусоваться А второе я хочу сказать То что Там знаешь Что на тусовке было Ева с Пашей увиделись На самом деле Мы с Пашей виделись уже Ну где-то там Случайно пересекались Еще до этой встречи И мы просто Всегда здоровались Но никогда Мы не стояли И не общались Так как раньше Поэтому Ну безусловно Наше общение изменилось Это сто процентов По-другому Как будто Не могло бы быть Вот Мы так же Вроде бы поздоровались Не помню Вообще здоровались Нездоровались Короче Ну мне пофиг Если честно Тут вот один комментарий От одного человека Человек пишет Странно Миля Рьев Ведь сразу после Кекса Ты первым делом Сказала Я Не А А А А А А А А Знаете Не хотелось Убежать друга Не Если честно Такого не было Во-первых Такого не было Потому что Я бы сразу Сказала бы всем А во-вторых Даже если Что-то было похоже То Ну конечно Типа не хотелось Обижать человека Не знаю Но такого не было Ева Что за фигня Почему Почему я В 6 часов На студии А тебя нету Я еще не могла найти Что не могла найти Просто Это очень странно Тут СМИ Все ждут Все пришли И тебя все ждут Ты открыла Такую офигенную студию И опаздываешь на нее Очень жаль Конечно Что я действительно Опоздала Потому что Это реально Открытие моей Танцевальной студии Но все равно Там было Много людей И в итоге Мы все успели Все со мной Все сняли Все интервью Я дала И поэтому Мне кажется Что было все хорошо Сейчас будет А через сколько будете? Через сколько будете? Через 20 минут Как тебе студия Ева? Мне безумно понравилась Студия Ева Там очень атмосферно И очень красиво Но опаздывать На свое собственное мероприятие Это, конечно, неприемлемо А я, кстати, не помню У нее какая-то была причина Опоздания Да я всегда опаздываю А почему ребята пришли А тебя нет? Королева не может опоздать Просто все остальные Бесира Не знаю На хера она открывает Свою студию Если ей похуй на нее Начальство может Да не, ни хера Когда ты открываешь свою студию Это невозможно задерживать Где она? А Дина? Не знаю Она вообще всегда Очень мечтала Открыть свой бизнес какой-то Так как Мы когда вместе начинали работать У меня был мой магазин Морисенвер И она всегда говорила Я тоже хочу что-то открыть Я хочу танцевальную студию И это было 3 года назад И сейчас она ее открывает И я очень рада за нее Так как мы вместе это делали И шли к этому Чтобы у нее исполнилась ее мечта Слушай, ну ты давно хотела открыть Ты вообще рада, что открыла? Да, я рада, что открыла Но я все равно как-то Не знаю Что? Короче, ребята Просто приходите Увидите, что там очень классно Вот Приходите на мастер-классы Записывайтесь на просто занятия Там реально офигенно Геомиданс где-то здесь Очень клево Мне вообще там нравится Там очень классно А еще те, кто смотрит Прямо сейчас это видео Можете воспользоваться Таким специальным предложением Это промокод X-Life И по нему вы можете получить Скидочку На занятия в моей танцевальной студии Пишите в директ Звоните Там в WhatsApp Все дела И называйте промокод X-Life Кстати, еще в моей танцевальной студии Офигенное оформление Благодаря одному Очень талантливому художнику Это Зак Мини Мостера А кто тебя с ним познакомил? Гера меня с ним познакомил Нет, это один талантливый парень Гера меня с ним познакомил Вот Он на самом деле Реально очень крутой И у меня есть Я получается знакома с Бибером Через одно рукопожатие Через Зака Мини Мостера Потому что он лично Рисовал картину Джесси на Биберу Он с ним общался в директе Он с ним здоровался Он с ним виделся Смотрел ему в глаза И это было очень круто Мне кажется Поэтому Я безумно рада Спасибо тебе большое Стены просто Все заходят И говорят Вау, какие стены Да, да Оформление ролика А еще знаешь Что мне сегодня написал? Что? Жак, что Мы когда снимали клип Деспасита В котором ты тоже снималась Да Мы снимаем на фоне его граффити Он говорит Слева вот мое граффити Справа граффити Ребята, вот Где-то тут кадр Где это граффити Вот смотрите Мы с ним косвенно знакомы Круто Я знаю, что я опоздала Но Я скажу Из-за чего я опоздала Смотри, видишь У меня вот это сломалось И мне Рома вытаскивало Но мне было здесь А эти штаны Но я должна была в них войти Потому что другие Мне не подошли бы И просто так получилось И, короче, я поняла Что нет смысла Нервничать И перебивать Не, знаешь, мне все равно Отдай мне кроссовки Тогда я тебя прощу Отдай кроссовки Знаешь, на открытие Танцевальной своей студии Опоздать Это не очень Это то же самое Как Марисан Когда-то опоздала На свой выпускной И не сфотографировалась ни с кем И не получила аттестат А, я не пошла У меня не был аттестат Я тут за это вынимаю Во время выпускного Иди давай интервью Все, пока Давай, удачи Я безумно рада Что Ева открыла Свою студию Танцевальную Потому что Когда Евочка пришла Ей было 15 лет Она любила танцевать И у нее свой бизнес Для меня это очень важно Потому что это мой маленький человечек Который вырос И сейчас у нее есть и машина И студия Она безумная молодец Я ее очень-очень люблю Даша, прикинь Мы приехали на премию РУТВ В платьях Такие красивые Оказывается, там был дресс-код Космос Хорошо, что мы не одни такие были Но после этого Я поняла, что на все премии Я буду ходить норм В общем, мы заезжаем на очень важную премию У нас как бы их не так много И для нас это было очень важно Красная ковровая дорожка Все дела Мы нарядились Заезжаем на моей машине Мы и так переживаем И так заезжаем Заезжаем Все такой, блин Проехал И тут мы слышим вот такой вот звук Бац И все такие резко Очень громкий звук был А в это время мне человек Который там помогает выходить из машины Открывает мне машину И я такая зашуганная Мы такие, типа Что вообще произошло сейчас И мы потом посмотрели Короче На записи На записи, да Мы смотрим Что штука такая от камеры Я не знаю, что это От штатива Какая-то железка Короче Она выпала Когда камера вверх начала подниматься Она выпала Прям ровно упала на ее машину Вот такая палка И там теперь вмятина Да Но памятная вмятина Мы пришли все вместе И как-то так получилось Что все настолько смешалось Команда X2 Team Команда X2 Team Я не то что Я понимаю, что многие люди думают Что высокомерные и так далее Я правда считаю Что я с 2015 года Очень много всего делаю И там мои коллеги Которые так же давно Снимают и так далее К ним обращаются По именам А я пришла Как со всеми вместе И мне потом Просто стало не по себе Потому что Я понимаю, что нужно Как-то расти дальше И я могу вам проспойлерить Уже так получается Что я уже Когда прихожу на мероприятие Меня берут интервью И после Америки Так как я потом уехала в Украину И потом как обратно приехала И все как будто Про меня типа забыли Но сейчас Маша появляется везде И на ваших экранах тоже Я вас люблю В следующей серии X1 Нет, в следующей серии Двоица разговаривают Ты что? Мой друг Такой друг С которым я могу поцеловаться Знаешь? Я каждый раз Целую с ней ночью Мне, короче, тут кое-кто Рассказал, что Тим сказал, что он, оказывается Никогда не любим Представляешь? Прав, они не ходят Неправы его Мы хотим Маше сделать сюрприз Меня с Герой не ставить нигде Потому что ты ими вещешь И постоянно бывший Бывший, бывший, бывший Ты уже беременна, что ли? Он старался для меня быть самым лучшим Наш подарил мне невероятный опыт Это не любовь? Там, петь, там, блядь, китали чемодан Что-то мудрые обзывались Гэри или Тим? У меня силы нету об этом говорить А пока ты ждешь следующую серию Подписывайся на инстаграмы и тиктоки всех Систерс Там тебя ждет много интересного контента Все ссылки в описании